Не могут спать и постоянно плачут, так многие красноярцы описывают свое состояние сегодня. Как пережить эти непростые дни, поговорим прямо сейчас со специалистом. У нас в гостях директор Центра диагностики и консультирования Дмитрий Юрков. Добрый вечер. Добрый. Сейчас изолироваться от трагических событий невозможно, ведь так или иначе мы видим, читаем посты в социальных сетях, и вот как держать эмоциональный баланс. Когда происходит такого рода трагедии, они всегда внезапные. И человек попадает в неопределенность, не знает, что предпринять в этом случае. И совет, который логичен, это заняться собственной жизнью, в первую очередь, таким образом, чтобы не пропускать зло за себя. Обратить внимание на своих близких, на тех, кто рядом. Помнить, что они очень нуждаются сейчас в помощи, нуждаются во внимании. И помнить о том, что вопросы внезапного горя, нельзя отречься от него, нельзя его как-то отвожить, нельзя его не замечать. Горе, конечно, надо переживать. И есть две формы. Есть рациональная форма работы с горем. Ее могут помочь осуществить специалисты, психотерапевты, психиатры, если это необходимо. Либо это можно обратиться к литературе, почитать книги, побыть с семьей, поговорить. Есть эмоциональные практики, когда поделиться своим горем, пообщаться, не оставаться одному. Вот еще такой вопрос. Часто многие боятся посещать торговые центры, кинотеатры, многие об этом говорят. И если появился такой страх, как его переработать, чтобы зайти в общественное место, где грань между осторожностью и такой идеей фикс? Да, немного здесь, можно сказать таким образом, что в торговые центры, может быть, и не надо ходить часто. И действительно, тот случай, когда надо задуматься, не устроили таким образом торговые центры, что они привлекают наше внимание гораздо больше, чем они того стоят. Но, тем не менее, в любом случае нельзя жить ожиданием страха, нельзя жить в постоянной тревоге, что что-то внезапно произойдет в жизни, никогда не может быть предсказуемо. В жизни всегда есть эта неопределенность, в жизни всегда есть доля случайности, которая всегда может произойти. И, конечно, нельзя отключаться от жизни, нельзя закрываться, нельзя не выходить из дома. Таким образом, собственно говоря, можно только ухудшить свое состояние и быть неэффективным. Жизнь пройдет в закрытом пространстве. Спасибо, это был Дмитрий Юрков, говорили о том, как эмоционально пережить эту трагедию. И главное сейчас думать о близких.